Добрый день! Добро пожаловать в RoboQuantum! Сегодня на нашем мастер-классе танцующие роботы вы узнаете, как выглядят андроидные роботы, в каких соревнованиях они участвуют, запрограммируйте за 20 минут свой первый танец, напишите программку, а также разберемся в особенностях составных частей робота. Итак, танцующие роботы это биолоиды, популярная серия программируемых робототехнических образовательных конструкторов компании Robotist. В данную линейку роботов входят готовые инструкции для создания различных шагающих роботов. На двух и более передвижных конечностей, то есть можно сделать и гуманоида, и паука, и динозавра и так далее. Всю линейку мы с вами в дальнейшем рассмотрим. Собирать их сложно, но очень интересно. Мы с вами сегодня будем рассматривать только андроидных роботов. Это человекоподобные роботы. Вы наверняка видели такие соревнования танцующих роботов. Где такие соревнования проходят? Это конечно соревнования RoboFest ежегодные. Категория так и называется андроидные роботы. К участию принимаются ребята от десяти лет. В двух категориях соревнования проходят выступление одного робота или синхронное выступление двух и более роботов. Соревнования длятся два дня. За это время участники показывают, демонстрируют обязательные и произвольные танцы. Следующие соревнования это RoboCamp. Это уже международные соревнования среди роботов RoboFest футбол. Конкретно с этими роботами можно поучаствовать в категории RoboCamp Junior, куда допускаются гуманоидные роботы в командах по два игрока, которые играют на футбольном поле размером 3 на 4 метра. Высота робота не должна превышать 50 сантиметров. Еще одна интересная категория есть на соревнованиях RoboFest, который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге. Чем она интересна? Это сумо андроидных роботов, то есть цель вытолкнуть соперника за пределы ринга. Только в привычном нам сумо мы программируем два привода, здесь нужно запрограммировать 18 приводов на каждого робота. Благодаря чему осуществляется такая высокая подвижность робота. Благодаря сервоприводам в динамике. Вот перед вами вся линейка этих сервоприводов. Чем они уникальны? Сервопривод состоит из двигателя, датчика положения, редуктора и контроллера. Наличие контроллера программируемого дает возможность удерживать в одном положении, программировать скорость и контролировать крутящий момент вала. Между собой, как показано на схеме, сервоприводы соединяются последовательно и замыкаются стены и подключаются к контроллеру. Вот благодаря такой конструкции мы получаем высокую подвижность наших роботов. Сейчас вам необходимо пройти по ссылке и повторять за мной установку программы. Сегодня мы с вами будем работать с графическим интерфейсом для создания и редактирования сложных движений. Эта программа называется Robo Plus Motion. Ссылка на установку программы находится под видео. Вы прошли по вкладке. Перелистываем вниз. Находим запись программное обеспечение RoboTIS. Здесь вы видите очень много различных программ. Сегодня мы с вами будем работать с графическим интерфейсом для создания и редактирования сложных движений. Выбираем скачать R Robo Plus Motion. Версия 2.0. После установки программы после установки программы у вас откроется вот такое окно. Это как раз вот наша программа Робо Plus Motion. 2.0. С чего мы начинаем работу? С настройки. Переходим. Нажимаем на шестеренку. Заходим в настройки. Выбираем язык. Русский. И переходим в вкладку создать проект. Здесь перед вами вся линейка всевозможных роботов. Можете пощелкать, посмотреть. Роботов очень много разных. Мы выбираем РобoTIS Premium. Это как раз гуманоидный робот. Если вы посмотрите другие инструкции, то в принципе вы можете запрограммировать любую. То есть и Скорпиона, и Экскаватор, и любые сложные модели, которые имеют более 4 сервоприлов. Мы сегодня с вами составляем танец. Поэтому заходим в вкладку гуманоид А типа. ОК. Выбираем снова гуманоид А типа. Нажимаем ОК. Идет загрузка 3D модели. Итак, перед вами робот. Перед вами робот. Как мы видим, у него 18 сервоприводов. И сейчас мы попробуем задать движение какому-то движению нашему роботу. Если вы зажмете правую кнопку мыши и подвигаете мышкой, то вы увидите, что ваш робот поворачивается. То есть его можно посмотреть со всех сторон. Это сделано специально для того, чтобы вы могли оценить ситуацию. То есть при отладке моторов можно посмотреть, как будет выглядеть робот с той или иной стороны. Если покрутить колесико мышки вперед-назад, то у вас также будет меняться масштаб вашего робота. Это тоже очень полезная функция. Сверху находится временная шкала. Посмотрим список движений и временная шкала. Если мы двигаем какую-то шкалу, то у вас получается время меняется. Соответственно, редкость движений робота тоже будет изменяться. И посмотреть для перехода от одного движения к другому, сколько роботу необходимо времени воспроизвести. Вот у нас робот с вами распрямился в начальном положении робота. Что мы можем еще сделать во вкладке движения? Во вкладке движения есть такая интересная функция, где мы можем регулировать каждый из моторов. Ну, допустим, вот у вас есть ваше движение. Робот у нас встает в конечную точку, а мы хотим изменить положение робота. Выбираем сервомотор 5. Слева у вас стоят циферки от 1 до 18. Это индивидуальный номер каждого мотора ID. Итак, мы выделили пятерку. И можно поворачивать. Смотрите внимательно. Вот если часть робота заходит на другую часть, то робот может перегреваться. Этого допускать нельзя. Поэтому при поворотах мотора и при программировании станции робота вам обязательно нужно учитывать то, чтобы части робота не пересекали. Дабы избежать перегрева и остановки мотора. Повернули, сохранили и можно еще раз посмотреть, что из этого у нас получится. Вот видите, то есть робот поменял исходное положение. Переходим в следующую складку, которая называется составное движение робота. Здесь мы можем уже полностью прописывать программу. Нажимаем на плюсик. Выбираем из списка движений. Добавляем еще движения к нашему роботу. Я добавила еще два движения. И можно воспроизвести и посмотреть, что будет делать робот в данной программке. Вот он, видите, встает. Так. Здесь еще есть цикл. Для чего он нужен? Для того, чтобы повторять какое-то движение, если вам вдруг понадобилось. Я сейчас цикл поставил в самое начало. То есть, при воспроизведении робота у меня теперь будет бесконечно выполнять три движения подряд. Бесконечно, пока я не выберу складку стол. Так. Остановить. Если вдруг вам захотелось добавить сюда какое-то свое личное движение придумать, то необходимо выбрать составное движение. назвать его как-то, как вам нравится. Ну, к примеру, назовем вкладка составное движение начало. То есть, как будет робот начинать свое движение. Вот оно появилось. Начало. И сейчас мы с вами напишем программу для начального положения. Начало. Так. Начнем мы с того, что повернем руки. Посмотрите, пожалуйста. Серво 3, вот 5 мы отредактировали. Здесь есть такая кнопочка, которая называется декальной. Если вы хотите, чтобы вторая часть тела повторила движение первого. То есть, вот мы поставили руки сначала так. Не забывайте про временную шкалу. Сколько нам нужно на движение? Примерно одну секунду. Поставили. Так. Вот так получилось. Теперь переходим снова сюда и выбираем уже, допустим, начало. Окей. Добавить. С этой функциональной 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 функции уже работает непосредственно с настоящим роботом. То есть, из двух движений нам необходимо создать и загрузить его в предварительном режиме робота и нашу программу. Сохранить. Наша вкладка находится справа. Или можно еще сохранить проект, перейти на главную, сохранить как и сохранить ваш танец. Уже непосредственно в папке, специально созданной для подготовки этого робота. Пробуйте, экспериментируйте, составляйте собственные танцы. Учитывайте то, что реальная физика здесь не играет значения. Допустим, есть команда, которая называется… Давайте мы перейдем в движение. Которая называется цифра 7. Например, цифра 7. 11. Робот наш встает на стойку и должен, по идее, встать на голову. Но здесь физика не учитывается, а робот принимает положение, что как будто он стоит на ногах. На самом деле, в жизни он стоит вот таким образом, на стойке на дороге происходит. То есть, пробуйте, их презентируйте, создавайте свои программки, присылайте нам. Наши эксперты выберут самую необычную, интересную программу. Мы обязательно сделаем видео с реальным роботом и выставим в группе ВКонтакте результат вашей работы. То есть, делитесь впечатлениями другими ребятами. Спасибо за внимание. Приходите к нам на занятия в гробах. Нам всегда есть чем вас удивить. До свидания.